Добрый день, дорогие друзья! Ну вот я случайно оказался на курортном бульваре. Он пуст, людей нет, изредка машины ходят, но я о другом. Я должен был получить результат флюорографии, который я прошел недавно. Но губернатор, оказывается, объявил сегодня праздничный день, радовницу. Но при этом запрещены посещения кладбищ, памяти усопших и так далее, ну как по традиции. Конечно, полный абсурд и какой-то сюрреализм, который мы сейчас переживаем. Ну я хочу что сказать. Вот я прошелся, естественно, результаты я не получил, но дело в другом. Вот я иду мимо курортного бульвара, труженики комбината благоустройства скучно ведут свои работы по озеленению. Хорошо, конечно, что они озеленяют. Но вопрос мне о том, чем они, скажем, хуже других людей, которых наши городские власти беспокоятся об эпидемиологической и санитарной безопасности. То есть, получается, они могут работать, а другие нет. Ну, могут работать они, это хорошо, что они зарабатывают, получат зарплату. Но у меня немножко другая мысль, почему именно им разрешают работать. Я опять не про тружеников этих честных людей и профессиональных. Я про руководителя, который у нас депутат Лукьянов и возглавляет комиссию депутатскую и осваивает в полной мере практически все деньги городского бюджета на благоустройство и озеленение. Там порядка 128 миллионов, насколько я знаю. Ну, вот депутату его компании разрешено работать. Почему? Потому что они осваивают бюджетные деньги и надо вовремя отчитаться и, соответственно, реализовать этот проект, который финансируется с городского бюджета. Хорошо, прошел я дальше. Хочу сесть на общественный транспорт, на остановку. И вот за этим зданием на речке ведутся строительные работы. Бетонируется дно реки и возведен каркас из арматуры. Вопрос. Почему они работают в данной ситуации? Это А. Б. А как может быть работа в, так скажем, в устье реки, когда еще никто не отменял водный кодекс? Это какие могут быть работы строительные? Не ремонтные, строительные. Кто дал разрешение? Является или это разрешение законным, или опять наш Кисловодский городской суд пойдет заканивать? То есть воспользовались моментом, я так понимаю, те, кто разрешил, и те, кто решил этот кусочек реки себе хватануть, незаконно возводят строительство. Сейчас у меня обращение в прокуратуру и города, и края. Когда прекратится строительный беспредел на нашем курорте? Я пишу свои заявления, обращения, как и другие граждане. Нам бы хотелось бы всем, что надзорные функции выполнялись действительно в силу закона и оперативно. Будьте любезны, прокуроры, обратите внимание на это строительство и потребуйте пришлого градоначальника, которого никто не избирал. По требуйте, на каком основании он открывает вот эти строительные, новые строительные объекты в курортной зоне, во второй горно-санитарной охранной зоне, в самой реке. И прошу рассмотреть мое видеообращение, как официальное заявление от прокуратуры города и края. Рассмотрите, пожалуйста, его. Оно вот в таком вот виде, я готов написать его письменно.